1924 год. Сталин, Ленин. Советские люди в трауре. Умер и твождь Владимир Ильич Ленин. Приемник уже имелся. Смерть превратила этого революционера в икону. После четырех ударов на даче в горках человек, который привел Россию к красной диктатуре, умер. Он страдал от сильного артериосклероза. Мария Рукавишникова, дочь врача. Он мало реагировал на окружающих. Отчаянные усилия врачей не смогли спасти его от смертельной болезни. Он умер 21 января 1924 года. Клавдия Шургина, соседка Ленина. Мы по всей деревне тут Ленин умер, Ленин умер. Мы побежали туда, кто мог. Пропускали туда, к нему, когда он лежал. Неистового революционера не стало. Тирана, виновника смерти миллионов. Многие из скорбящих все еще верили в миф о сердечном отце Советов. Провожали его, подрались с братом. Одни валенки на двоих. Все деревни собрались, провожали тело. Хороший был. Траурные церемонии были организованы. Их организатором был Сталин. Он использовал смерть вождя в своих интересах. Юрий Баранов. Я считаю, что именно смерть Ленина развязала окончательно руки Сталину, укрепила его позиции и дала ему новые возможности для того, чтобы окончательно расчистить поле и стать тем, кем он стал в 30-е годы. Красная площадь. Здесь истоки культа личности, в котором отмечено столько последующих диктатур. Для Ленина построили мавзолей. Он лежит здесь, как бог Красной революции. Создатель новой религии Сталин. Он сам сделал себя единственным законным преемником. Антон Антонов-Авсеенко, сын последователя Ленина. Это потом использовал Сталин после смерти Ленина. Особенно последовательно вел эту линию. У Ленина это было. Ноябрь 1917 года. Большевистский переворот был делом рук Ленина. Он один привел партию к вооруженному восстанию. Однако позднее пропаганда сделала Сталина одним из вождей Пуччи. Во всех фильмах, посвященных революции, он всегда рядом с Лениным. В ночь октябрьского восстания, 25 октября 1917 года, чаепитие на квартире Левуевых. Сталин распивал ночью чаи. Рассказывал веселые истории всякие. Он любил и грузинские анекдоты, и прочее, и прочее. Вот чем Сталин подразумевал. Сталин маневрирует. Редактор «Правда» делает акцент на одном мнении, но уже на другой день может изложить другую точку зрения. Это беспокоило Ленина. Но одно качество Сталина казалось ему полезным. Он был способен на грубые поступки. Наталья Рыкова, дочь последователя Ленина. Сталин был прямодушный. Как это перевести, думайте вы? Они прямые люди были. А Сталин был большой хитрец. Большой хитрец. Ну, типичный восточный хитрец, визель какой-нибудь. Началась гражданская война. Большевики сражались с царскими войсками. Красные и с белыми. Война охватила всю страну. Чтобы сохранить советскую власть, Ленину нужен был человек, который будет беспрекословно выполнять его приказы. Такой, как Сталин. Ленин изображал своих противников, как врагов народа. Он убивал монахов, священников, крестьян, а Кулаков обрекал на голодную смерть в лагерях. Мне не кажется, я совершенно уверен, что Ленин был прародителем красного террора. Об этом надо совершенно четко говорить. Конечно, Ленин начинал все эти вещи. Ленин задумывал преступление за своим столом. Но он был и палачом на передней линии. Сталин грузин, неразборчивая в средствах чудовище. Тут нужна была ведь новая власть, называлась не случайно диктатурой пролетариатуры. А тут требуется железная рука. И Сталин в этом смысле не был таким мягкотелым, как Каменев, допустим, вот, мягкий такой человек, и другие, Бухарин. У них этого не было. А требовалась именно такая четвертая рука. Страна была опустошена. Люди голодали. Умерли 5 миллионов русских. Понимал ли виновник людских страданий, что он делает? После двух ударов врачи занялись интенсивным лечением Ленина. Сталин умело использовал создавшуюся ситуацию. Он не упустил своего шанса. Грузин хотел пойти по стопам Ленина и стать генеральным секретарем партии. Это, конечно, средний возраст и средняя партия. Ленинская гвардия была сама по себе, но там кое-кого вообще уже отставили, и они никакой роли не играли. Ленин чувствовал, что Сталин хочет перебрать к рукам силу раст. После третьего удара он едва мог говорить. Сталин буквально дожимал его к ковру, к вторую лопатку. То есть буквально Ленина свалил и взял его в могилу. Вот так он рвался от власти. Собрав последние силы, Ленин диктует политическое завещание. В нем он назначает своим преемником своего старого товарища по борьбе Троцкого. Секретарь Ленина передала содержание письма Сталину. Известно, что Алилуева была секретарем Ленина. Вела его дежурный дневник, дежурный дневник секретарей. И одновременно она являлась супругой Сталина. И Сталин по-своему отредактировал этот документ. 13-й съезд партии. На нем зачитывается переписанное завещание. Автор фальшивки провозглашается наследником трона. Затем сделал уже диктаторским таким органом Центральный комитет партии и, наконец, политбюро. Вот что он сделал. Из них надо еще добавить, что сразу же после смерти Ленина Сталин начал мстить его ближайшим соратникам. Скоро он становится полубогом. В стране царит культ личности. Культ одного из самых страшных массовых убийц света. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова